Всем доброе утро, девочки мои! Начинаю новый влог. Точнее, в общем-то, идет продолжение предыдущего. В предыдущем влоге я вам сказала, что у меня начинается ремонт. Вот, я уже нашла рабочую одежду, свою старую, в которой я делала раньше ремонт. Ну, она, правда, мне чуть-чуть как-то мала вроде бы. Но посмотрим, если будет мне некомфортно, то я тогда найду что-нибудь новое. В общем, что у меня сегодня по плану? Сейчас я пока что еще пью кофе, пока что раскачиваюсь, приглядываюсь. Но, в общем-то, я начну с окна. Нужно будет на окне мне, в общем-то, уже все облагородить и подготовить к покраске. Нужно будет мне подзамазать кое-какие дырки. Но я вам лучше покажу, чем буду рассказывать. Что я хочу сказать, девочки? Вот я думала, думала, мне нужно будет помимо ремонта параллельно же еще и видео снимать. И монтировать нужно будет. И я не знаю, на самом деле, у меня видео будут либо они реже выходить. Ну, тогда вы понимаете, что, значит, просто не хватает времени видео монтировать. Либо наоборот, оно у меня будет чаще выходить, смотря как мне получится снимать. Потому что, ну, вы сами понимаете, когда что-то делаешь, а еще и параллельно все это снимаешь, на это уходит время дольше. Но мне хочется ремонт сделать как можно быстрее, в общем, не затягивать его. Поэтому, в общем, на авось, я надеюсь, как получится, так получится. Ну, что, давайте начнем. Пойдемте к окну. Сейчас раннее утро. Сейчас только что рассвет. Шесть часов утра. Вот, начинает у нас расцветать. Но, в общем, все равно кое-какие работы можно уже начинать делать. Ну, вот, наконец-то вы увидите, что у меня скрывается под занавесками. Почему я говорила, что окно нужно будет замазывать? Вот я вам сейчас хочу показать общий вид. Ну, давайте посмотрим все детально. В общем, первым делом я сейчас вот эту белую гордину сниму. Она мне будет не нужна. Если что, у меня железы есть. Ну, а шторы снимать пока не буду, потому что будет очень солнечно мне сегодня. Сегодня завтра солнечный день. И, в общем, солнце, когда повернется сюда, надо будет пытаться куда-то спрятаться и скрыться. В общем, что осталось у меня от предыдущего работника? Когда мне поменяли это окно, это было очень давно, замазали цементом вот этим вот коричневым, да. И потом уже спустя какое-то время я попросила работника одного, который делал у нас в подъезде ремонт, чтобы он мне белым вот этим замазал. Он замазал, но я сразу не обратила внимания, что вот эти углы, видите, они остались недоделанными. Тут вот это вот все торчит. Вот в этом углу уже что-то отколупалось. Надо будет еще подзамазать, что-то где-то подровнять, что-то где-то подшкурить. Ну и в итоге это нужно будет все покрасить. То есть вот где ровно это хорошо, там где вот эти вот торчушечки, видите, торчат. Это нужно будет мне как-то там выравнивать, зашкуривать, не знаю, что делать. Дальше подоконник. Вот здесь, когда мне окно меняли, ну, просто потом образовалась щель, так присел кто-то на подоконник. И я взяла вот эту вот липкую, липкая такая вот, как поролончик, но на липучке. Я взяла здесь, его приклеила, чтобы с этой щели не дуло. Вот. И оно как-то так взялось, вроде отдирается. В общем, надо будет вот это мне дело отодрать. Сегодня, короче. И эту щелку попытаться, может быть, замазать. Ну и все неровно, понятно, сделано. Я почему взяла узенький шпателечек, узенькую кисточку, потому что вот сюда подлазить нужно будет это все делать. Ну, с другого угла то же самое. Что касается батареи, я дочке говорила, что батарею, наверное, надо поменять, потому что, ну, там пыль собирается, и все это потом, пыль туда вставать, и это красить, все это неудобно. Один раз я красила внутри, и я поняла, что это очень долго, нудно, неудобно. Она мне сказала, что продаются такие щиты, металлический щит, просто декоративная такая накладка на батарею. Таким образом можно будет батарею вот эту вот скрыть. Ну, то есть я там в щелях, где смогу пропылесосить, я это сделаю. Ну, хотелось бы, конечно, батарею не менять. Она такая долговечная, чугунная, старая, но внешний вид, конечно, хотелось бы облагородить. Ну, вот это мне меняли, когда трубы. Здесь вот пластиковые трубы. Здесь вот это вот меняли, но тоже я белой красочкой подкрашу, в общем. Ну, и под окном тоже надо будет там тоже позамазать. Там у меня вот вода хранится, бутылки с водой. Где-то подмазать, где-то покрасить. Для окна я взяла краску водоэмульсионку. Я думаю, что водоэмульсионка будет здесь хорошо. Ну, в общем, короче, вот белая краска, где надо будет покрасить. Углы вот эти уже освободить где-то там от обоев. И чтобы обои уже потом впритык до угла клеить. Тут сварку делали тоже. Ну, это вот уже, когда трубы здесь меняли. Вот это вот сваривали пластиковые трубы. Трубу вот эту тоже надо будет наверху. У меня проходит труба. Это горячая, ну, как горячая труба, там отопление в ней. Надо будет уже дожидаться, когда отопление отключат. Но это уже через две недели. И вот эту трубу наверху чугунная. И здесь она вот переходит в пластик. Надо будет чугунную трубу тоже покрасить. Ну, опять-таки, это похоже будет делаться уже. В общем, самое главное сейчас начать. Мне нужно с окна. Снять занавески и начать мазать, шпаклевать. Вот это вот. Когда я говорила, что я собираюсь замазывать окно, кто-то написал из подписчиков, а вы что, у вас деревянные окна? Хотя я уже сто раз окно открывала, и уже видно, что оно не деревянное. Ну, замазать я имела в виду вокруг окна. Девочки, подскажите мне, я не знаю, может быть, я сейчас в интернете посмотрю, но если кто знает, чем вот это можно, может быть, растворить, чтобы не царапать подоконник. Вот этот момент меня интересует. Это раз. А во-вторых, на подоконнике вот со временем появились вот такие пятна. Они не отмываются обычным моющим средством. Чем можно вот эти пятна удалить? Каким средством? Подскажите, кто знает, пожалуйста. Хотелось бы, чтобы подоконник был чистенький, беленький совершенно. Так, ну все, девочки. Полезла я, начну уже. Решила вместе с кольцами снять, чтобы потом мне было удобно на кольцах это все повесить. Ну, я сейчас, девочки, вот это вот займусь вот этим отколупыванием. На самом деле, там на улице уже рассветает, солнышко встает. Вот снимать мне уже попозже будет не очень тамильфо, потому что солнце с окна будет затмевать освещение неплохое. Поэтому я вам буду просто показывать результаты своей работы поэтапно. Ну, самое главное, вы уже знаете, что я начала ремонт. И это уже хорошо. Смотрите, девочки, какой красивый рассвет. Здорово, да? А время сейчас только пол седьмого утра. Я уже тут вся в делах. В общем, вот это вот место я отодрала поролон, и осталась вот эта липкая лента, черная безобразная. И нужно будет мне сейчас, наверное, искать способы вот это вот как-то удалить. Не знаю чем, но буду пробовать разные способы. В общем, девочки, набрызгала я здесь остатками вот этого средства пронто-антипыль. Я раньше покупала его в Ашане и очень хочу купить еще. Здесь у меня уже просто какие-то остатки остались. Я не знаю, с таким трудом я это все там повыдавливала что-то. Но раньше оно справлялось вот с этими как раз таки проблемами. там, где скотч, оно как бы растворяет саму вот эту вот липкую, липкий слой на скотче. В общем, это надо, чтобы оно чуть-чуть постояло и посмотрим. Ну, надеюсь, что поможет. Если не поможет, то надо будет чем-то еще другим придумывать, тереть. Я очень-очень надеюсь, что это должно помочь. Девочки, ну вот эта пронто, оно, в общем-то, помогает. Я уже сейчас содрала. Вот это вот сейчас я сдеру верхний слой. И там еще немножко клей остается. Ну, вообще, по-хорошему нужно бы еще второй раз нанести. Ну, не знаю, насколько хватит. Мне, к сожалению, его мало. Но оно все-таки растворяет. Действительно, помогает снимать вот эти застарелые, застарелый клей от скотча. Ну, вот это желтое, это еще клей немножко остался. Ну, попробую еще, может быть, чем-то другим. Надеюсь, справлюсь с этой задачей. Ну, вот и все, девочки. Отодрала я этот клей. Он отошел, шпателем отодрала. И сейчас еще вот мне как-то посоветовала соседка, взять надо пимолюкс и ферри или комет, или капля. В общем, вот эти вот два ингредиента смешать и потереть губкой, чтобы уже окончательно все здесь ушло. В общем, я это дело сейчас попробую сделать. так, и прям сюда насыплю чуть-чуть. Так. Она как-то на моих глазах прям оттерла этот скотч. Был у меня на стекле и не отдирался. Сейчас намажу. Намажу, дам этому немножко постоять и надо будет отодрать прям губкой жесткой стороной. Все должно отойти. Потому что тут клей чуть-чуть остался еще. В общем, по трем. Все, девочки, отодрало все, даже следа не осталось. Все чистенько, все-таки действительно пимолюксом. И даже отодрались вот тут вот капли, говорила, да, подоконник, тут были капли, разводы. И это пимолюксом тоже все отодралось. В общем, подоконник стал чистенький, как новенький. Так, ну теперь мне предстоит самая неприятная работа. Прикрыла я свои гаджеты. И вот это вот теперь углы приводить надо в порядок. В общем, конечно, это жесть. То, что я проглядела, вовремя не сообразила. Лишнее то, что тут торчит, я сейчас шпателем поубираю, шкурочкой подправлю. И там, где нужно будет дополнить, домазать, вот тут не домазано, надо будет домазать. В общем, вот этим сейчас я грязной работой займусь. Посмотрим, что получится. Хочу поближе вам показать вот это визобразие. Видите? Это еще цветочки, наверху еще хуже. В общем, надо это делать. В общем, девочки, подшкурила я. Там, где вот эти штучки торчали, я их удалила. Там, где чуть-чуть надо будет подмазать, я подмажу. Но оказалось, все не так страшно, как мне казалось вначале. Я вот это все поудаляла, там наросты вот эти, подшкурила. Вот там чуть-чуть надо будет еще где-то подмазать. Но это все надо будет делать гораздо меньше, чем я предполагала, на самом деле. Вот этот угол тоже чуть-чуть надо будет подмазать. Кстати говоря, у меня обои держатся капитально. Там, где они немножко торчали, я их чуть-чуть оборвала. И они вот такими вот кусочками обрываются. Но они не отходят, приклеены очень хорошо. В общем, сейчас надо будет мне вот это убрать, позавтракать, и потом я начну уже замазывать. Я тут на полу, конечно, застелила клееночку, но, естественно, шкуркой проходится, все сыпется, пыль летит. Я чувствую, у меня голова сейчас вся грязная. А под окном надо будет тоже, там. Но я думаю, что под окном я залезу попозже, а может быть, даже не сегодня. Мое дело сегодня, в общем, зашкурить и замазать там, где нужно. И эта замазка будет пока сохнуть. Что у нас тут под окном? Ну, тут, в общем-то, ничего такого особо страшного нету. Тоже угол надо будет подшкурить вот этот вот чуть-чуть. Ну, в общем, замазывать тут практически нечего. Все, девочки, я вернулась. Я открыла шпатлевку, шпатлевку, шпатлевка у меня акриловая, универсальная, для внутренних наружных работ, влагостойкая, как раз вот возле окна это то, что нужно. Ну, и вот такие незамысловатые у меня инструменты есть, собственно говоря, здесь очень такие маленькие места, поэтому мне нужны будут узкие шпатели, ну и запаслась и кисточкой на всякий случай мокрой кисточкой потом пройти и выровнять, чтобы потом меньше шкурить. Может быть, вообще потом шкурить и не придется. В общем, я сейчас приступаю, начинаю. В общем, девочки, замазала я даже вот эта щель, которая под окном и то даже попыталась замазать. Ну, вот эти вот откосы, да, они называются, более-менее выровняла. В общем, мне замазывать много не пришлось, ну, основном вот тот угол там я подзамазала чуть-чуть, сверху я тоже прошлась, тоже там подровняла, замазала и вот этот угол тоже. Ну, в общем, все, контур у меня более-менее нормальный, ровный. Сейчас я дам этой штукатурке подсохнуть, она сохнет примерно 2 часа, а потом можно будет посмотреть, где может быть подшкурить и можно будет грунтовать. Ну, в общем, вот так вот у меня сейчас. Более-менее нормально, можно уже это все покрасить и будет выглядеть благородно. В общем, девочки, присела отдохнуть, я-то не сплю сегодня с 5 утра, но пока проснулась, я там час еще кофе где-то пила, да, собиралась, но в принципе очень рано, на самом рассвете, даже раньше, начала уже делать. И, в общем-то, нужно, ну, чуть-чуть отдохнуть, я уже позавтракала, сказала вам, да, мёсли поела с молочком. Вот, у нас там тоже где-то кто-то сверлит, что-то там штробят, сверлят, в общем, все ремонты начали уже делать, да, хотя некоторые их и зимой делают, не прекращая. Вот, но сейчас более-менее тепло, даже вот сейчас мне жарко, я форточку периодически открываю, но мне приходится отходить, чтобы меня не продуло. Ну, самое главное, в общем-то, я боялась, что будет все страшнее. Ну, выше подоконника я порядок навела, в общем, осталось погрунтовать. Небольшую бутылочку я взяла грунтовки. Вот такая вот грунтовка. Глубокого проникновения акриловая Оптимист 1 литр. Вот, ну, грунтовать я буду только окно, потому что обои я буду клеить на обои, я смотрю, они держатся хорошо. Если где-то отошли, я там немножко оторву, но, в общем-то, обои на обои поклею, грунтовать не буду. Ну, и там, где я собираюсь двери покрасить, там тоже краску, эмаль я положу, эмаль. Здесь я буду водоэмульсионкой красить, так как здесь никакой краски нет, то это будет все как бы на грунтовку ложиться. Вот, а там, где у меня двери, вот этот вот проем белый, видите, за моей спиной в кухню, вот это надо будет белой краской, эмалью покрасить, и все на этом. Вот, но это все будет позже. Моя задача сейчас, пока у меня еще есть силы, пока солнце не развернулось сюда, потому что здесь будет просто невозможно находиться прямо на солнце, пекло будет. Поэтому я сейчас подожду, наверное, пару часиков, загрунтую, и оставлю все это до завтра. И завтра с утра со свежими силами я уже хочу покрасить вот этот вот весь оконный проем, потому что завтра еще будет солнечная погода, завтра сегодня у нас еще как бы тепло, плюс 15, солнце, а потом уже начнутся дожди, они будут поливать 3-4 дня, и тогда уже я займусь там туалетной дверью, вот этими косяками, это все уже как бы можно будет не возле окна делать, не у окна. В общем, сейчас пока у меня подсыхает здесь штукатурка, шпаклевка, господи, все время я их путаю. Ну, в общем, не важно, там написано, я почитала, написано, что если под шкурку, то она сохнет 2-3 часа, потом можно подшкурить. А если до полного высыхания 24 часа, ну и то, смотря какой слой. Ну, у меня слой очень маленький, поэтому до завтра уже все просохнет, и все можно будет нормально как бы делать. Ну, 2-3 часа я подожду сейчас для того, чтобы погрунтовать. Ну, и сейчас я, наверное, еще залезу под окно, посмотрю, где там тоже подмазать надо, чтобы это уже все сразу делать одним делом, и грунтовку, и покраску. Вот, девочки, снимаю, я вам, ну, пытаюсь, по крайней мере, подробности эти снимать, хотя я не знаю, интересно вам это или нет. Вы мне напишите в комментариях, нужны ли вам эти подробности, интересно вам вот это, что я вам снимаю, рассказываю, показываю, что я сделала, что я делаю, как и чем. Или, может быть, вам таких подробностей сильных не нужно, а может быть, просто вам потом показать результат. Вот, вот я начала делать, и вот я как бы закончила, и все. Просто дело в том, что если я снимать не буду вот этих подробностей, на другие влоги у меня сейчас на готовку, там, покупку, закупку, уборку, макияж, на это все, у меня сейчас вообще в ближайшее время не будет времени. Но тогда у меня просто будет немножечко пробел, и влоги будут выходить, ну, может быть, там раза два в неделю, пока я ремонт не завершу. В общем, поэтому я вам снимаю сейчас все подряд. Ну, вот, что я делаю, то и снимаю, да. Сейчас села отдохнуть, вот снимаю, рассказываю. Сейчас встану, буду делать, но сейчас под окном я уже там вам не буду подробности показывать. Не знаю, я сейчас села напротив окна, не знаю, насколько тут освещение, конечно, плохое, но вроде бы там солнышко отсвечивает, вроде меня видно ясно, да. В общем, буду я вам свой бардак показывать, там, где у меня неприглядные, короче говоря, углы. Ну, делать ремонт, это значит вам показывать уже как было, все, что было как-то скрыто, какими-то занавесочками, декорациями, не видно, не показывало. Сейчас буду вот это все снимать, и вы будете видеть, как это у меня давно. Но хочу я вам еще сказать, что обои здесь я клеила, обои здесь в этой комнате я клеила 17 лет назад. Ничего себе, как это было давно. Да, к 40-летию своему, у меня уже 57. Ё-моё, как время бежит. В кухне я делала позже ремонт, а вот здесь вот обои клеила, ковролин стелила одновременно, вот это все, потолок мы тогда поклеили, но там обои нормально держатся, прекрасно держатся, я их трогать не буду, они меня вообще никак не колышат. Ну, и вот этот шкаф, мебель поставили, это все мы делали как бы в одно время, вот ремонт, и потом мебель, это все, это у меня было к 40 годам сделано, к 40-летию моему. Вот, тогда еще сын со мной жил, ему было 16 лет, и он мне помогал. Мы делали этот ремонт вместе, и его друзья приходили, помогали, у нас была куча помощников тогда. Вот, но сейчас вот потихонечку, потихонечку я буду делать сама. Ну, собственно говоря, что вот это вот окно, освежить обои, моя задача, ну, и вот эту покраску, где там есть белые краски, надо тоже будет освежить. В общем-то, ничего такого особенного страшного, единственное, что, конечно, ковролин у меня постелен, его никуда не уберешь, не свернешь, потому что на нем мебель стоит, поэтому приходится, тут я клееночку застелила, так, где-то местами застилаю, где-то надо будет пылесосить, ну, потом, в конце концов, я уже давно хотела, если уже, когда ремонт весь закончу, может быть, я вызову на дому, которые ковры вот эти вот моют, какой-то у них там, не знаю, моющий пылесос или что, ну, они говорят, прям, хорошо, ковролины вот эти вот отмывают, может быть, я после ремонта этим тоже это сделаю. Вот, ну, все сейчас, девочки, небольшой перерывчик, немножко я отдохну, под окном доделаю, ну, ну, потом я, когда уже на следующий этап перейду, я тогда к вам вернусь и продолжу. Заглянем, девочки, под подоконник. И, кстати говоря, вот этот лайфхак хочу вам показать, там надо будет тоже чуть-чуть помазать. Вы думаете, что это за трубка у меня торчит? Это когда мне меняли окно старое на новое, а я спросила, куда будет антенна выходить? Как? Как она будет выходить? Мне говорят, никак. Я говорю, подождите, нашла кусочек шланга, положила шланг, через который проходит, помещается антенна, кабель, и сказала, вот давайте мы его сюда положим, замажем, и потом я кабель этот перекинула через этот шланг, и все у меня нормально. Так, ну, в общем, под самым только подоконником надо немножко подмазать, и все. Все, девочки, у меня уже подсохла штукатурка, я сейчас начинаю грунтовать, взяла грунтовку, мне такая маленькая ванночка я купила, и валиком пройдусь, там, где валиком не достану, кисточкой по углам пройдусь, и все, начнем сейчас грунтовать. Ну-ка, хорошо. уехали, короче. Все, под окном я уже все подмазала, замазала, и, в общем, сейчас я сверху пройдусь, потом внизу пройдусь, и на сегодня, пожалуй, все, красить буду уже завтра. Девочки, грунтовочка моя уже подсохла, она оказывается за два часа высыхает полностью. Все, и я решила не терять времени зря, а начать сегодня красить. Я сейчас вот тут вот малярную ленту сделала, чтобы не испачкать подоконник. И, в общем, сколько смогу покрасить, покрашу. Силы пока есть, надо закончить. Хотелось бы сегодня окно вообще закончить полностью. Девочки, решила не откладывать на завтра, пока у меня вот диван у меня застелен, клеенка у меня застелена, и у меня закрыт компьютер, мой ноутбук. Все это закрыто, застелено, и я решила, мне надо будет сегодня еще монтировать видео, и я уже решила, наверное, покрашу-ка я сейчас, наберусь я сил, это все сделаю, чтобы потом можно было все это открыть, сесть, работать. Поэтому, поэтому продолжаю. Краска это водоэмульсионная, для внутренних работ. Тоже должна быстро сохнуть, я думаю. Так, я беру разнокалиберные кисточки, вот такая маленькая есть, для уголочков. Уголочки кисточкой, остальное буду валиком мазать. Ну вот, один слой я покрасила, я вижу, что местами надо будет еще пройтись, просто по гладкому полотну, пройтись надо будет потом второй раз, но тоже местами. И, в общем-то, уже становится более симпатичное окошко. ура, девочки, свершилось чудо. Я покрасила все окно, теперь у меня все беленькое, чистенькое, все, подоконник весь чистый, уголочки. Уголочки. все, наверху тоже, вот угол все замазала, закрасила. Какая молодец! там тоже все. Все внизу, в углу, под окном, тоже вот там уголок. Ну, сам подоконник, я не стала уже украсить сейчас, у меня как-то там не видно. Даже трубку вот эту, черную, покрасила белой краской. Плинтуса я буду красить уже краской другой. Краской тоже белой, наверное, покрашу. там, может быть, тоже чуть-чуть замажу, но это будет уже потом. Уже когда я займусь, вот тут батареей, плинтусами. Вот. Батарею не знаю, вот пока еще не решила, что буду делать. Красить мне, честно говоря, не хотелось бы. Хотелось бы либо поменять батарею, либо накладку на нее. Вот. Ну, это дело уже второе. Все. Труба, которая сверху, буду красить ее эмульсией. Как эмульсия? Нет, эмульсия называется. Называется эмаль, а я говорю эмульсия. Короче, там труба, железная эмаль. Эмаль буду красить. И, в общем, все. Ну, у меня самое главное, я не знаю, вам плохо видно, потому что свет с окна. Ну, в общем, у меня все беленькое, девочки. Все беленькое, я не знаю, как это показать. В общем, я так боялась давно с этим делом справиться, но, оказывается, это все сделалось довольно-таки быстро, даже быстрее, чем я ожидала. Все. Уже почти подсохло. Ну, по крайней мере, я могу уже порядок в комнате навести, дождь принять и чувствовать себя комфортно. Все. Пока вот это все основное сделала. Самую грязь уже сделала. Девочки, ну, вот я наконец-то завершила окно. Честно говоря, я очень рада, я довольна собой. Я могла бы себя расцеловать, если бы только это можно было. Ну, какая я молодец. Честно говоря, я прям просто радуюсь. И у меня окно, глаз радует. Все беленькое, нигде никаких щелей, нигде ничего. В общем, классно. Ну, видите, до обеда я, в общем-то, кто рано встает, тому Бог дает, говорят, да. До обеда я управилась. Ну, а сейчас я хочу принять душ, потому что пока я шкурила, пыль летела, пыли чуть-чуть я подышала, ну, надо немножко пыль эту смахнуть с себя. Вот уже подсохло почти, но я дам еще подсохнуть немножко окошком. занавесочки на место повешу. Все, в комнате будет у меня пока вот на этом этапе завершение. Собственно, вот эта часть у меня, вот эта сторона, она уже готова к поклейке обоев, но обои будем клеить позже. Все будем делать поэтапно. Вот, следующим этапом я хочу заняться, ну, сейчас мне нужно будет смонтировать видео, одно у меня на подходе, и еще вот это уже я сейчас завершаю видео. Уже два видео мне нужно смонтировать. Видите, помимо всего прочего, все бы, конечно, делалось бы как-то побыстрее, наверное, но это нужно снимать, и монтировать нужно, находить на это время, ну, и потом, в самом деле, нужно немножко дела чередовать, чтобы не уставать от чего-то одного. Вот, ну, и завтра, я надеюсь, буду так аккуратненько, осторожно уже говорить, надеюсь, мне завтра ничто не помешает заняться дверью туалетной, ее нужно будет тоже там замазать, заштукатурить, дать этому всему просохнуть, и потом уже все это подготовить по краске, и это я уже буду эмалью красить. Вот, ну, а потом нужно будет мне найти время, наверное, съездить за обоями, хотя обои пока все равно клеить я не буду, потому что, ну, потому что, потому что есть некоторые причины, я все-таки хочу дождаться, когда отключат батареи, хоть я саму батарею, радиатор я выключила, у меня батарея холодная, но горячая труба, она проходит по верху, и мне нужно будет клеить обои там, и сначала покрасить трубу, чтобы потом обои не замазать краской, и чтобы мне было удобно это все красить. Ну, в общем, посмотрим, загадывать не буду, потому что, видите, как получается, сначала думаешь делать одно, потом вдруг, хоп, планы поменялись. Я сегодня собиралась вообще-то на тренировку сходить на пробную, но на самом деле я не знаю, тут надо уже выбирать, либо видео монтировать, либо на тренировку, потому что, если я сейчас посижу, у меня спина от долгого сидения начинает болеть еще похлеще, чем вот это вот я лазила, и потом нужно будет просто лежать уже и все. Так что, не знаю, может быть, я пока эти тренировки чуть-чуть подождут, ждали и еще подождут. Для меня сейчас уже я начала ремонт, для меня это сейчас главнее и важнее всего. Все, девочки, кому это видео понравилось, ставьте лайк, пишите, продолжать мне снимать в том же вот виде, как это я сейчас все снимаю, либо, может быть, вы хотели бы видео смотреть как-то в каком-то другом ракурсе, или, может быть, меньше снимать ремонта, а может быть, интересно. Пишите свои советы, может быть, кто-то что-то посоветует, но, собственно говоря, с окном я справилась, и даже подоконник выбелился, у меня белый как новый стал. Вот, так что берите на заметочку мои советы. Вот, ну, а доберемся когда до двери, я вам покажу дверь, покажу, какие там проблемы, и как я буду с ними бороться, с этими проблемами. Ничего я менять не собираюсь, девочки, это у меня недорогое жилье, на новое жилье денег нет, на такой глобальный, ну, вообще я не хочу здесь какой-то делать вот капремонт, у меня сейчас косметический ремонт, поэтому то, что у меня есть, я хочу сделать как можно дешевле, все это облагородить, все это прекрасно, потом будет себя чувствовать, еще ого-го сколько лет, это уже, я уже здесь живу, в этой комнате, в этой квартире, я живу уже с 88-го года, вот в данной комнате, поэтому много лет уже я тут живу, и уже здесь я делала много раз ремонт, и все прекрасно, вот сначала после ремонта, первые годы, все прекрасно, все отлично, но со временем, как вы знаете, как в любом жилье, в любом абсолютно, начинает где-то что-то, нужно где-то подмазывать, подкрашивать, ну, я этим не люблю заниматься, я люблю так, если взялся, так уже сделал, и потом на годы, это можно вот эти кисточки, и шпат, или все это убрать, куда-нибудь в дальний угол, и не вспоминать об этом, не люблю я этим особо сильно заниматься, вот, так что, ну, я смотрю вот эти вот, конечно, углы, они меня прям радуют, глаз сейчас, я на них смотрела долго, и думала, как же я с ними буду справляться, ну, в принципе, все нормально, все нормально, мне вполне устраивает, все, девочки, прощаюсь с вами, и займусь уже домашними делами, насущными, прощаюсь с вами до завтра, видео начну, скорее всего, завтра, я думаю, что сегодня уже снимать ничего не буду, нужно же еще мне и отдохнуть, да, поэтому я с вами прощаюсь, всем пока-пока, пишите комментарии, ставьте лайки, не забывайте подписываться, субтитры сделал DimaTorzok, субтитры сделал DimaTorzok, субтитры сделал DimaTorzok,